Международный саммит Каспии 2017 продолжает свою работу. Четвертый день участники находятся в отеле Сары Кумы и активизируют сотрудничество молодежных организаций. С какими целями и идеями приехали участники из самых разных субъектов Российской Федерации, смотрите в сюжете моих коллег. Презентация 10 проектов. Сегодняшний день особенно запомнится участникам, ведь каждому из них предстояло сплотиться и защитить общую идею. Ребята разделили по 10 направлениям. Особое внимание уделялось теме окружающей среды, учитывая, что текущий год признан годом экологии. Участники подготовили актуальные проекты, исходя из специфики и проблем своего региона. У нас в 2010-2012 годах сгорел огромный гектар, более 6,5 тысяч лесов. И сейчас мы с более 50 тысяч волонтеров будем сажать деревья, восстанавливать лес. Уже более чем 7 лет происходят посадки маленьких лесов, а это будет более такая обширная массовая посадка. Это поможет сразу же очистить воздух, волка будет очищаться от забрязнений и много-много других факторов, которые также были презентованы. Делегация из Азербайджана приехала в составе трех человек. И все трое для того, чтобы закрепить союз молодежных организаций с соседними субъектами. Приезжают ребята уже не первый год. Сюда нас пригласили приехать, участвовать на форуме, защищать страну, представлять страну достойно, представлять союз молодежных студенческих организаций Азербайджана. Мы это сделали на высоком уровне. Организация прошла также на высоком уровне. Мы очень довольны, нам все понравилось. Спасибо большое. Все эти дни были полны, насыщены работы, конференции. Мы довольны. Да, мы очень сильно довольны. Расскажи о соглашении. Те проекты, которые мы рассказали, те проекты, которые реализовала наша организация, очень многих заинтересовали. Поэтому многие горели желанием подписать с нами соглашение о сотрудничестве. После образовательной части участники заключают соглашение о дальнейшем сотрудничестве. После их ждет альтернативная площадка, а также выездные мероприятия. Так, вчера они отправились на уникальный песчаный бархан Сарыкум. Для меня было это нечто. Такое ощущение, как будто я переместился вообще в другую страну, а побывал где-то абсолютно в другом месте. И вы знаете, вот этот резкий переход от обычной горной местности сразу в пустыню переместился. Арт-дирекция саммита, в свою очередь, по завершению каждого дня, готовит для ребят развлекательные мероприятия. Мы пригласили вокалистов команды КВС-борной Дагестана Шахбана Гасанова. Попытались сделать а-ля светский раут. Я думаю, у нас он удался. Дресс-код, все дела. 25-го числа планируется сделать вечер юмора в стиле камеди. В общем, каждое мероприятие, к которому мы подходим, мы пытаемся его по максимуму сделать интересно взрослым. Чтобы не было каких-то отсылок в студенчество. Чтобы ребята понимали, что впереди ждут, на самом деле, вот такого рода мероприятия, такого рода слеты, сессии и так далее. Напомним, что Каспий раньше был форумом, но в этом году официально получил статус саммита. Так как здесь присутствуют представители более 30 субъектов Российской Федерации. Вот и четвертый день саммита подходит к концу. Прямо сейчас на этих автобусах участники из разных субъектов Российской Федерации и отправляется на песчаный пляж вдохнуть воздух Каспийского моря. Ведь уже завтра состоится официальное закрытие саммита. Ума Ибрагимова, Нурмагомед Магомедов, Кумтор-Калинский район.